Всем привет, друзья! С вами Андрей Хориев, канал Футбол Это Жизнь. Итак, сегодня ролик наш посвящен именно команде года FIFA 19. Итак, сегодня мы разберем всех игроков и также составим свою команду года, чисто мое мнение. Я выскажусь по поводу каждого, которого возьму в свой состав. Итак, поговорим, начнем давайте по возрастанию. Начнем мы с Алисона. Что я могу сказать про Алисона? Алисон конкурирует в сборной с Эдерсоном за место в основе и в рамке. По рейтингу, естественно, Эдерсон повыше будет Алисона по его заслугам. Играл в Роме, летом перешел в Ливерпуль, поэтому был полуфиналистом Лиги Чемпионов. Теперь он играет в Ливерпуле, перешел туда летом, еще раз я это сказал. И сейчас он идет на первой строчке вместе с этой командой. Действительно, Ливерпуль может стать чемпионом, он может высоко снова подняться, может даже и до финала дойти. Так что этот голкипер очень хороший и точно заслужил место в команде года. Льюарис, только можно сказать, что просто чемпион мира. Все, по клубным вообще никак себя не показал. Облак попал в команду, скорее всего, из-за Лиги Европы, из-за Суперкубка UEFA, который выиграл вместе с Атлетико, больше никак со сборной нигде не проявлял. Куртуа, Куртуа занял третье место на чемпионате мира, играл в Челси, летом перешел в Мандридский Реал, где пока что очень часто конкурирует с Навасом. Но, скорее всего, Наваса продадут, это чисто мое мнение, наверное. И Куртуа, ну, он очень всем заходит в FIFA 19, просто тачер какой-то. Давид Дехея больше всех из этой пятерки мне симпатизирует, потому что мне нравится Манчестер Юнайтед. Без разницы, хоть это Жузе Мауринио был тренером, хоть сейчас это Сульшер. Мне очень нравилась игра Давид Дехея, он невероятно играет на своей позиции. Он доказывал это со времен, когда его, если не ошибаюсь, Фергюсон еще присматривал за ним, чтобы купить его из Испании. В Манчестер Юнайтед. И он доказывает то, что не зря на него положились. В сборной, конечно, да, были много проблем. 3-3 с Португалией и вылет еще после 1-8 от сборной России. Но все равно я выберу, наверное, все-таки Давида Дехею. Итак, плавненько переходим к защитникам FIFA 19. Именно претенетов на команду Тотти. Ну что же, здесь намного больше игроков. Ну и намного быстрее я по ним пройдусь. Манолос, еще раз говорю, как и Алисон, он просто полуфиналист Лиги Чемпионов. Ким их со сборной Германии, да и с Баварии. Ну, Бавария что? В Баварии каждый год выигрывает чемпионат. В Лиге Чемпионов доходит где-то до четверти финала, может до полуфинала дойти. Все, дальше они просто сливаются. Германия вылетела из Чемпионата мира, даже не выйдя в плей-офф. Давайте сразу вот буду говорить по первой строчке даже. Вот сразу возьму Ван Дайка, потому что это невероятный игрок. Это раз. Шикарно. Варан. Я еще когда были претенденты на золотой мяч, там это был Мбаппе, Модрич и Варан. Вроде вот так вот все говорили. Даже если не Мбаппе, так там Гризман или Мбаппе был. Вот. Все говорили, что типа Варан получит, потому что выиграл Лигу Чемпионов, Чемпионат мира. Но я все равно думал, что Модрич выиграет. Так и получилось. Так что я не вижу. Хотя еще можем и вернемся к нему, но пока что нет. Смотрим дальше. Левый защитник. Я бы сюда поставил Марселла. Марселла он невероятный. Тем более, что и в этой фифе ему дали на карточке 5 звезд на финтах. Это невероятный показатель. Ни у одного еще защитника не было. Так что Марселла первопроходец. Ну и просто сосочная карточка. Это просто сейчас вам показывают обычные карточки. Если я так понимаю. Да и по статам, наверное, так же. Но они просто будут шикарны у него, если он получит Тоти. Итак, второй ЦЗшник. И мне кажется, это должен быть. Но Серхио Рамос, потому что он тащер теперь только Реала. Именно обороне он и был при Кришчану Роналду. Он был лидером, он и капитан сейчас. Так что при всем моем уважении к Барселоне, я мог взять МТТ. Я болельщик Барселоны, но возьму все-таки, наверное, Серхио Рамоса. Потому что, мне кажется, он идеально бы всасывал эту команду в год. Он в прошлом году тоже там был. Так что... Итак. Переходим теперь к правым защитникам. Здесь намного все тяжелее. Скорее всего, мне кажется, добавят любого ЦЗшника. Я бы сюда, смотрите, мог бы и Варана сюда добавить к Ван Дайку, Марселло и Рамосу. И просто бы ему дали карточку Тотти на правого защитника. Но, не знаю я пока что. Но Трипье, Волкер, Варсалько, Карвахаль это не те. Давайте вот сейчас вот остался и Кимик еще плюс. Так что давайте теперь вот я, естественно, возьму Варана. То есть, три игрока из Мадридского Реала и один из Ливерпуля. Прямо как финал Лиги Чемпиона. Так, ну я выбор. Идем дальше. Итак, плавненько мы переходим к полузащитникам. И здесь нам уже нужно выбрать троих. Давайте по первой строчке. Поль Пагба. Для меня он до сих пор является... Я не знаю почему на него все вот... Ну не любят его, да, многие болельщики. И Манчестерин это, да и просто болельщики футбола. За то, что он не играет в полную силу. Что еще не раскрывается. И просто зачем мы его купили за такие деньги из Ювентуса в Манчестер. Мне нравился он еще и до перехода из Ювентуса в Манчестер. Мне нравилась его игра в Ювентусе. И он остается главным лидером. Этого, наверное, не видно на поле. Но мне кажется, в команде он все-таки действительно ключевой игрок. Поэтому возьмем Пагба. Так, без сомнения, мы возьмем сразу сюда Модрича и будем думать над остальными. Естественно, многие могут добавить... Это могут, естественно, добавить Яшники. Дебрёйны. Но мне кажется, все-таки... Тут всех остальных мне больше Канте симпатизирует. Он отличный был бы вариант. Он чемпион мира. Но он просто... Ну, вы видели уже все эти истории про него. Что он даже из-за своей скромности не хотел взять кубок чемпионата мира. Ему просто уже потом принесли, чтобы он его поднял. Так что... Ну, он, правда, он классный парень. Да и по статам он просто шикарен. Поэтому берем команду Канте. Итак, вот она самая сладенькая. Это нападающие команды года. Сразу берем сюда это Роналду и Месси. Потому что меня или болельщики Барселоны убьют. Хотя я бы хоть бы как бы взял бы Месси. Либо болельщики Роналду. И, естественно, я беру Мбаппе. Потому что еще когда он в Монако был, это даже не тот их выход Монако в полуфинал Лиги Чемпионов. Когда против Ювентуса тогда играл Реал. Правда, вылетел после этого Монако. Мне очень нравилась его игра. До той даже игры полуфинала Лиги Чемпионов он был просто шикарен. В Монако тащил всю команду. Теперь он отчасти тащит ПСЖ. ПСЖ Неймар где-то может не справляется. Но Мбаппе включается. Вы просто вспомните тот невероятный забег Мбаппе в матче против Аргентины. Это 1-8 чемпионата мира. Он просто взял и протащил себя вместе с мячом до ворот. Это просто было невероятно. Да, там и плохо сыграла защита Аргентины. Но все-таки Мбаппе топ. Мне кажется, он заслуживает место. В этой моей именно команде года. Ну что же, вот она написали мне. Моя команда года. Лионель Месси. Криштиану Роналду. Кильян Мбаппе. Модрич Канте. Погба. Марселла Рамос. Варан и Дехея. Также можете заходить на сайт FoodWiz, где я составлял этот список или этот состав года, который я хотел бы видеть. Посмотрим, насколько он совпадет с реальным. С вами был Андрей Хорев. Канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. До свидания.